МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это «Прямая линия». Здравствуйте. Сегодня на вопросы жителей региона ответит министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Алексей Буткин. Алексей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, телезрители Республики Коми. Вопросы к нашему эфиру поступили от жителей региона через общественную приемную главы Коми. Кроме того, Центр управления регионом подготовил перечень актуальных тем на основе анализа медиапространства. Ждем ваши комментарии и вопросы в WhatsApp, номер на экране, а также под трансляцией нашего эфира в группе телеканала Юрган, ЦУР о официальном сообществе Республика Коми ВКонтакте. Алексей Васильевич, вы впервые у нас в гостях на прямой линии после официального назначения на должность министра. После почти полгода работы, как вы оцениваете состояние отрасли и какие намечены перспективы? Да, уже скоро будет полгода. Это достаточный срок, чтобы понять, по каким сегодня законам отрасль живет, какие проблемы перед ней стоят, какие пути решения этих проблем намечены. Для начала я могу сказать, что итоги можно подводить и анализировать по 2021 году. 2022 год у нас идет, он еще не завершен, по нему будут неплохие результаты, но тем не менее я хотел бы акцент сделать на результатах 2021 года, чтобы от него как-то оттолкнуться. Республика у нас является крупным сельхозтоваропроизводителем, но она не обеспечивает полностью это производство потребностей региона в продуктах питания. Традиционные цифры, которые регулярно мы доводим до наших телезрителей, читателей, говорят о том, что, например, по молоку Республика Коми обеспечивает сегодня себя на 28%, по яйцу на 50%, по картофелю 94%, по овощам на 32%, по мясу на 38%. И все, что не хватает до 100%, это мы ввозим из-за предела в Республике Коми. Но, тем не менее, эти цифры говорят о том, что мы производим очень и очень много. И это производство сегодня имеет тенденцию к росту. Результаты 2021 года говорят о том, что крупные товарные и сельскохозяйственные предприятия имеют положительную динамику в производстве основных продуктов питания. А такая категория хозяйств, как индивидуальные предприниматели, они у нас в агропромышленном комплексе, называется крестьянско-фермерское хозяйство, она имеет даже более высокие темпы роста объемов производства мяса, картофеля и овощей. И эта цифра где-то составляет около 8%. То есть динамика положительная. И 2022 год говорит о том, что эта динамика не уменьшается, она будет перерастать в отдельных направлениях. Ключевым направлением на 2022 год у нас выбрано растеневодство, в частности выращивание картофеля и овощей. В начале года были увеличены, причем в значительной степени, посевные площади. Они увеличены по республике на 1400 гектаров, это приблизительно 5%. И увеличение произошло как на выращивании кормовых культур, так и на картофеле и овощах. И самый большой прирост площадей произошел именно по картофелю. Мы полагаем, что прирост трехкратный, и приблизительно такой же ожидаем валовый сбор картофеля за 2022 год. Что касается производства мяса и молока, это наши основные продукты, которые мы производим. Они у нас являются сырьем. В дальнейшем они перерабатываются на перерабатывающих заводах молочных и на перерабатывающих мясоперерабатывающих заводах. Но, тем не менее, в основном наше сельскохозяйственное производство занимается этой категорией товаров – молоко и мясо. Здесь мы имеем неплохие цифры, сохраняется определенная стабильность. Эта стабильность сохраняется не только в 2021 году, но и на протяжении нескольких лет. Мы ожидаем, что по итогам 2022 года нам удастся увеличить надуй молока и сохранить производство мяса. Вот приблизительно так развивается у нас отрасль в 2022 году. И мы видим, что по сравнению с 2021 годом это динамика положительная. Наверное, сыграли роли и меры поддержки, введенные в этом году. Поддержка отрасли у нас оказывается как из республиканского бюджета, так и из федерального. Объем этой поддержки значительный. Сегодня он составляет 1,328,000,000 рублей. Причем он вырос по сравнению с 2021 года приблизительно на 27%. Благодаря решениям главы Республики Коми, обе, Владимира Викторовича, правительства Республики Коми, были приняты решения в начале 2022 года по изменению направлений государственной поддержки, способу их оказания и увеличения сумм. Вот эти решения и привели к тому, что мы имеем положительную динамику, в первую очередь, в растеневодстве Республики. Направлений государственной поддержки много, они не уменьшаются. Появляются новые, проведенные в апреле месяце коллеги Министерства сельского хозяйства, главой Республики были озвучены дополнительные направления поддержки, которые сегодня уже во втором полугодии этого года были оформлены в нормативно-правовые документы, обеспечены финансированием, и это финансировано доведено до потребителей. Могу отметить такую поддержку, которая применена была в этом году, как оплата договора влизинга в размере первого взноса наших предприятий. Причем размер первого взноса составил 49%. Эта мера поддержки оказалась очень популярна. Ею воспользовались 18 предприятий, которые купили 37 единиц техники. Было потрачено 32 миллиона рублей, она была очень своевременна, и техника и оборудование, приобретенное влизинг, уже использовалось как на кормозаготовительной кампании в летний период, так и на уборке картофеля, и будет использоваться на уборке овощей. У нас уже есть первый вопрос под нашей трансляцией. Алексей Новиков спрашивает, какие в Республике Коми есть мясоперерабатывающие производства? Мясоперерабатывающие производства у нас их 9 в Республике Коми. В основном они имеются у сырьевых производителей. Самый крупный мясопереработчик у нас – это птицефабрика «Зеленецкая», которая производит мясо птицы и мясо свинины, и 80% объема производимого мяса она перерабатывает на своих цехах, на своих площадях. В этом году птицефабрика «Зеленецкая» модернизировала как раз свои перерабатывающие мощности, увеличив как ассортимент, так и объемы. Были освоены такие неведомые нам раньше продукты переработки мяса, как мясные консервы. В августе месяце этот цех был открыт главой Республики Коми, и мы ожидаем, что производство мясных консервов, а мощность его составляет более 1 миллиона штук в год, оно позволит насытить рынок качественными мясными консервами. Сегодня три наименования мясных консервов, и ежедневное производство составляет 48 тысяч банок. Это довольно ощутимо. То есть спрос есть? Спрос есть, и этот спрос удовлетворен. Ну еще же они открыли кормозаготовительный завод свой. Да, они открыли завод, комбикормовый завод, они открыли, они давно к этому шли, поскольку в рецептуре кормления как птицы, так и свиней очень много видов комбикорма, очень высокие требования к качеству этого комбикорма. И хозяйство еще несколько лет назад, предприятие само, птицфабрика «Зеленецкая», решило отказаться от покупки комбикорма разных рецептур, покупать только сырье, и приготовить эти виды комбикормов по всем рецептам у себя на предприятии. И они этой цели достигли. Сегодня они могут одновременно выпускать до 30 разных рецептур для всех возрастов птицы, для свиней. Я думаю, что при желании они могут и увеличить производство этого комбикорма для других видов животных. Но пока они работают только для себя. Этот завод стоит около 2 миллиардов рублей. Он построен только на деньги предприятия. Для его финансирования не привлекались бюджетные средства. Птицфабрика строила его несколько лет, и да, он в августе месяце открылся. И это очень значительный шаг, который приведет к увеличению как объемов производства, так и снижению себестоимости производимого птицфабрики МЕС. В апреле в нашей студии была ваш заместитель Ольга Бабин. Там мы говорили о продовольственной безопасности и о работе предприятий в условиях санкций. И тема эта по-прежнему актуальна, отмечает Центр управления регионом. И у жителей, как оказывается, есть некие опасения. Какая ситуация сегодня на наших предприятиях, которые производят продукты питания? По птицфабрике Зеленецкой я уже достаточно осветил. Это сегодня самые крупные у нас производители, переработчик в республике. Хотел бы отметить такое же предприятие, крупное по молочному направлению. Это Сыктывкарский городской молочный завод, на который сдают молоко-сырье более 30 хозяйств. Шести районов республики, как крупных, так и незначительных, мелких крестьянско-фермерских хозяйств. Вот оно успешно перерабатывает это сырье. На предприятии разрабатываются программы снижения себестоимости, увеличения производительности труда. На мой взгляд, путь абсолютно правильный. И он позволит на предприятии аккумулировать финансовые средства, в том числе и для увеличения закупочной цены наших сырьевых поставщиков. Ну а что касается вопроса импортного запещения, то на предприятии ощутили эту проблему. И ощутили, я думаю, не только на предприятии, но и наши покупатели, когда с полок магазинов исчез беленый картон. И предприятие вынуждено было применять картон серого цвета, производимый уже на территории Российской Федерации, а не импортный. Сейчас запасы этого картона заканчиваются, и снова будет у нас разливаться молоко в упаковку белого цвета, но она уже будет, упаковка, производиться из картона, монди. И, значит, это будет картон производства Республики Коми. За ним уже выстроилась очередь. Его используют молокоперерабатывающие предприятия Северо-Запада Российской Федерации и Центра. И молочный завод будет одним из первых, кто будет выпускать продукцию вот в нашей Коми-Таре. Ну, появились у нас и новые продукты, благодаря тому, что с полок исчезли какие-то импортные позиции. Конечно, эту нишу надо заполнить. На предприятии очень хорошие созданы маркетинговые службы, которые изучают этот рынок. Они видят, где появилась ниша, разрабатывают мгновенно, причем, свои рецептуры, свои продукты. Вот яркий пример можно привести. Это Сыктывкарский пивоваренный завод, Сыктывкар пиво. После того, как исчезла у нас продукция Кока-Колы, или почти исчезла, он сразу же предложил свою новинку, назвал ее Коми-Кола. По вкусовым качествам она очень хорошо зашла нашим покупателям. Она присутствует на прилавках наших магазинов. Такие предприятия, как крестьянско-фермерское хозяйство из Уссыльмского района, Кирьяновой, Татьяна Васильевна, предложили нашим покупателям мороженое, назвали его красивой, пижемка. Оно впервые стало производиться в современной истории республики. Когда-то оно, конечно, было несколько, десятков лет назад, но сейчас в этой истории оно появилось впервые и нравится очень покупателям. Хорошо работает с ассортиментом городской наш хлебозавод. Он тоже предлагает современные какие-то новинки, хлеб с наполнителем, хорошего качества. Я думаю, что по этому пути идут многие предприятия, которые занимаются переработкой и поставляют на прилавки не только сырье, но и готовый к потреблению продукта. Обращается фермер из Усть-Умского района. Он пишет, что урожай картофеля в этом году очень хороший. Есть ли в республике организации, которые закупают овощи и картофель участников и фермеров по конкурентной цене? Куда обращаться по этому вопросу? Подобный вопрос пришел от пенсионера Надежды Васильевны из Сосногорска. Вы уже сказали, что картофеля у нас в этом году много. Картофеля много. Я вот знаю фермеров, которые сейчас привели здесь вопрос. Да, у них хороший картофель уродился. И тема сбыта этого картофеля, возможность его продажи на рынках республики очень актуальна. Я даже больше скажу, у нас огромное количество личных подсобных хозяйств, которые в этом году тоже хотели бы сбыть этот картофель не по привычным каналам в населенном пункте, где они проживают и выращивают, а на других рынках. Такая возможность у них есть. Самый, наверное, популярный способ сбыть картофель – это ярмарки выходного дня, которые сейчас проводятся на территории всех муниципальных образований. Количество ярмарок в неделю у нас в республике превышает уже сегодня 70. Самый популярный район по проведению ярмарок выходного дня как раз Тусьвымский крестьянско-фермерское хозяйство, из которого и задало этот вопрос. У нас, кроме ярмарок выходного дня, имеется возможность реализовать на специализированных ярмарках, посвященных таким, да, там, как День республики, День города, когда разворачивается ярмарочная торговля. Но ярмарка – это означает, что хозяйствующий субъект сам реализует товар. А вот вопрос закупа – это самостоятельный вопрос. У нас есть закупщики. Перечень этих закупщиков известен, он сформирован. Если есть затруднения у конкретных хозяйств, то они вполне могут обратиться в Министерство сельского хозяйства. Мы предоставим эту информацию ближайших к их населенному пункту закупщиков, которые могут купить этот картофель. Единственное, конечно, мы не можем повлиять на цену, по которой будет совершена эта сделка. Но я думаю, что она будет взаимовыгодной. Закупщики – это магазины или это бюджетные организации? И магазины, и индивидуальные предприниматели, которые аккумулируют у себя несколько покупателей и потом сбывают этот товар уже более крупным клиентам своим. То, что касается бюджетных учреждений, они по многим районам нашей республики выбрали сегодня путь закупки у конкретных хозяйств, которые находятся, как правило, на территории их же районов, не только картофеля, о котором звучит вопрос, но они закупают напрямую сегодня молоко, мясо, в первую очередь. Заключают прямые договоры между бюджетными учреждениями и нашими производителями. Эта схема довольно успешная, и она сегодня позволяет бюджетным учреждениям, муниципальным в первую очередь, закрывать свои потребности собственной продукцией, которую производит в республике Коми. Завершился ли уже сбор урожая, и все динамичные планы удалось выполнить? Урожай мы собираем, но еще не закончили. Впереди уборка овощей. Заканчивается уборка картофеля. Но еще не все хозяйства завершили. Приблизительно 90% площадей по картофелю в республике убрано. Уже собрано более 5000 тонн картофеля. Планы, которые первоначально наше хозяйство на этот год сформировались, они уже перевыполнены приблизительно на 20-25%. А еще предстоит картофель добрать. И я думаю, что эта цифра перевыполнения плана будет значительно увеличена. Что радует, что достигнуты хорошие показатели по урожайности картофеля. Сегодня мы имеем средний республиканский урожай около 350 центнеров с гектара. Для сравнения могу сказать, что урожай 2018 года был 180 центнеров с гектара. Благодаря покупке хороших семян, элита, суперэлита, современных таких сортов, благодаря уволожениям, которые хозяйства сделали в начале сезона на мелиорацию, на культурно-технические работы своих земельных участков, смогли они приобрести удобрения. Они в свое время эти удобрения вынесли почву и получили такой очень неплохой результат. Могу сказать, что хорошие показатели мы имеем в этом году и по кормовым культурам. Она не является окончательным продуктом, наша заготовленная корма. Окончательным продуктом будет молоко и мясо. Но то, что мы имеем сегодня, говорит о том, что зимовка у наших животных будет сытая. Качество кормов, которое мы заготовили в июле и в августе, очень хорошего качества. Мы заготовили сегодня около 26 центнеров на одну условную единицу, чтобы было понятно, что до этого лучший результат республика имела 23 центнера. Сегодня 26. На мой взгляд, мы не просто обеспечим сытую зимовку скоту, но и создадим определенный запас кормов и на следующий 23 год. Алексей Васильевич, у нас есть видео-вопрос. Его записала жительница Сыктывкара. Давайте смотреть. Добрый день, Андрей Александрович. Меня зовут Светлана и у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, могут ли частники реализовать на ярмарках выходного дня излишки продукции со своего огорода? Спасибо. Да, этот вопрос частично мы затронули. Это именно вопрос о частниках. О частниках и об условиях. Могут ли они участвовать в ярмарках выходного дня? Да, личное подсобное хозяйство, а мы их и считаем частниками, они вправе на ярмарках выходного дня наравне с другими субъектами участвовать в продаже своих товаров. То, что касается пенсионеров, если они являются частниками и занимаются производством картофеля, овощей и другой растеневожской продукции, а также молока и мяса, они получают места на этих ярмарках выходного дня бесплатно. А остальные платно? Да, остальные категории платно они получают. Но вот именно пенсионеры, вот эти наименования продукции, которые выращивают и будут продавать бесплатно. Вопрос в группе Юргана под трансляцией. Анна Филимонова спрашивает, какие интересные продукты питания у нас производят в Коми? Видела, в Кайгородке аж семгу выращивают. Наверное, не семгу, а форель, да? Форель, да, правильно. В Кайгородке появилось крестьянско-фермерское хозяйство, которое выиграло агростартап и выращивает форель. Выращивает современным методом, называется метод УЗВ, установки замкнутого водоснабжения, где выращивается форель в помещении. Да, выращивание сейчас уже завершается. В этом году мы ожидаем около 4 тонн готовой к реализации форели. Просто этот период еще впереди, потому что хозяйствующий субъект хочет добиться максимального веса от своей рыбы и не торопится с его реализацией. И если сейчас вопрос прозвучал, уже реализация идет, ну, наверное, она каких-то первых опытных партий. Основная реализация, мы предполагаем, будет в ноябре месяце. Ну, вот вопрос про интересные продукты питания. У нас есть такие какие-то необычные? Интересные продукты? Ну, что-то я уже сказал. Появилась тушенка, появилось у нас свое мороженое. У нас даже арбузы выращивают на частных подсобных... Ну, то, что выращивают частники, эти люди одержимые, умелые, они выращивают для себя, могут вырастить все, что угодно, и арбузы, и дыни, и тыквы громадных размеров, и ягоды тех культур, которые здесь у нас произрастают непросто, там, сливу могут вырасти здесь. Но это не товарный продукт, она выращивается для своего потребления, и я, к сожалению, не могу о ней говорить подробно, со знанием дела. Наверное, это правильно, если поделятся сами лица, которые занимаются этим. На какую поддержку могут рассчитывать сельхозпроизводители со стороны ведомства в текущих условиях? Кто уже воспользовался и какие есть результаты? Ну, часть вы тоже уже сказали вначале. Что еще есть? Да, у нас много направлений, какие-то я уже осветил, назвал общую цифру государственной поддержки, сказал о том, что очень перспективное направление – это лизинг техники. Хочу сказать, что очень много средств, возможностей сейчас появляются у предприятий, которые хотят заниматься землей. Мы понимаем, что земля кормилица, на земле у нас производятся основные кормовые культуры, основные продукты питания, и мы заинтересованы, чтобы производить вовлечение пустующих земель в оборот. Для этого есть несколько направлений поддержки. Это культура технической работы, это мелиорация земель, где размер компенсации понесенных затрат из разных бюджетов достигает до 90%. По каким-то направлениям 70%, того, что касается мелиорации, 90% достигает. На мой взгляд, это позволит сейчас активизировать вовлечение в оборот именно брошенных земель, которые в первую очередь требуют вложения значительных средств. То, что бюджет помогает компенсировать эти средства, и позволит вовлекать пустующие земли не десятками, а сотнями гектар. Вот на 2022 год текущий мы имели в планах 700 гектар. В планах, да? Мы знаем, что где-то эти планы будут превышены. Так вот, на следующий, в 2023 год, речь идет о тысяче гектар. И как раз благодаря таким мерам поддержки, которые сделают вложения предприятия выгодными и возможными. Более подробно еще о мерах поддержки мы на частных примерах поговорим после рекламы. Ненадолго прервемся. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Городского района. Глава крестьянско-фермерского хозяйства интересуется, можно ли получить льготный кредит сельхозтоваропроизводителю на приобретение машины для перевозки мясной продукции с рефрижератором. Ну, ответ будет у меня короткий. Да, возможно. Льготный кредит под 5% годовых. Предприятие, которое озвучено как производитель мяса свинины, и ему нужно перевозить его, может претендовать на получение таких кредитов, обратиться в банк. И для всех консультаций по этому вопросу мы ждем его в Министерстве сельского хозяйства. Жители Силамутной Материк обеспокоены сложным финансовым положением Усинского предприятия ООО «Северный». Возможно ли увеличить ставки на молоко для производителя в связи со сложностью доставки продукции до рынков сбыта из-за отсутствия круглогодичных дорог? Это хозяйство находится у нас в Усинском районе. Действительно, очень такая удаленная территория. Рынки сбыта удалены. Поэтому мы относим такие хозяйства, в частности Усинский район, к пятой зоне, где работают и утверждены самые высокие ставки субсидий. Например, на один литр молока в зимний период получают 303 рубля 70 копеек субсидий из республиканского бюджета. В 2022 году у нас размер субсидий увеличился дважды. Сначала в феврале, последний раз такое увеличение произошло в июле месяце. Общее увеличение у нас состоялось на 15%. Люди интересуются, будет ли дальнейшее увеличение. В 2022 году не будет. В 2023 году мы планируем после принятия бюджета на 2023 год вернуться к вопросу рассмотрения ставок не только для Усинского района, а вообще для всех производителей республики Коми. Предприниматель Алексей пишет, что на территории Вуктыла работают две животноводческие фермы. Фермеру из села Дутова обещали помочь с открытием убойного пункта, чтобы кроме молочки реализовывать и мясо. Будет ли открыт убойный пункт в Вуктыле? Будет ли открыт убойный пункт в Вуктыле? В первую очередь зависит от самого хозяйствующего субъекта. Если он захочет его построить, вложить какую-то часть собственных средств, то наша государственная поддержка помогает, может помочь ему в этом. Например, субсидии на техническое, технологическое переворужение для убойных пунктов позволяет компенсировать затраты в объеме 40%. Кроме того, на реализацию таких проектов можно привлечь деньги по народному бюджету, где уже размер компенсации будет составлять 70%, а общая сумма на нее до миллиона рублей. Поэтому, да, возможно, но нужно, чтобы сам хозяйствующий субъект решил эту работу проводить. Маргарита Самарина из Усть-Куломского района пишет, что своими силами их семья возвела деревянную ферму и каждый год пристраивают дополнительные площади. Это крестьянско-фермерское хозяйство. Им хотелось бы современную механизированную ферму, но аграрий боится, что финансово не осилит строительство. Не сомневались бы, если бы грант на семейную ферму был не 60%, а 80% от стоимости. Возможно ли такое увеличение? К сожалению, гранты на строительство семейной животноводческой фермы у нас выделяются федерацией, федеральные деньги. И это требование 60 на 40, это требование не республиканское, а федеральное, поэтому мы изменить его не можем. Но помочь дополнительно республика может. В частности, муниципальный бюджет, а здесь идет речь о Буз-Куломском районе, все свои проекты сопровождают еще финансированием из муниципального бюджета. Я думаю, если инициатор этого проекта решит строить ферму, то руководство Усть-Куломского района обязательно окажет ему поддержку. Средства для такой поддержки у них есть. Ну а непосредственно самому инициатору вопроса я скажу, что своя доля, 40%, она кажется большой, но ее можно выплатить не только деньгами, ее можно выплатить материалами, и можно зачесть в освоении этой доли свой труд. Поэтому крестьянское фермерское хозяйство пользуется этой возможностью. Они не просто строят ферму по договору подряда, они строят ее сами. Это позволяет удешевить этот проект и сделать его более реальным. Председатель кооператива Усть-Куломска МТС Олеся Маслинская благодарит за помощь Министерства переработчикам молока. И у нее такая ситуация. В прошлом году в рамках поддержки выиграли конкурс на приобретение и установку модульного молочного цеха. Цех готов, но запустить его не получается. Первоначальной мощности 15 кВт недостаточно. В августе направили заявку на увеличение, отплатили. Однако у энергетиков есть полгода, чтобы исполнить договор. Тем временем хозяин, арендованного для производства цеха, требует освободить помещение. Что делать? Председатель кооператива просит оказать содействие в решении вопроса. Да, мы знаем об этой теме. И обратилась руководитель вот этой организации МТС к нам раньше, а не только озвучила этот вопрос сегодня на эфире. Действительно заключен договор на подключение ее фермы по дополнительной мощности 60 кВт сроком на 6 месяцев. Но руководство Россетей у нас внимательно отслеживает договоры сельхозтоваропроизводителей, которые осваивают гранты. Вот эта организация получила грант. У этого гранта жесткие сроки. Поэтому Россети изменили свои первоначальные условия и сократили срок 6 месяцев до полутора. И уже обещают сделать конкретное подключение по этому новому заводу до 30 сентября. Мы внимательно следим за этой ситуацией. Как говорят, держим руку на пульсе. И если надо, мы сможем выйти в прямой контакт с руководством, с Россетями и добиться, чтобы это обязательство по отношению к Маслинске было выполнено. Мы знаем, что ей нужно как можно быстрее запустить этот завод. Под трансляцией Алексей Новиков спрашивает, почему бы не наладить выращивание ягоды в промышленных объемах? Клубнику, к примеру. Если крестьянское фермерское хозяйство или какая-то организация захочет этим заниматься, то мы можем оказать поддержку в подборе сортов, технологий, можем показать предприятие, которое занимается аналогичным бизнесом. Этот вопрос, скорее всего, предприниматель должен адресовать к себе и к своему сообществу. выращивание клубники дело непростое. Выращивать ее не только в летний период, выращивать надо круглый год. Только тогда она может принести прибыль. Чтобы выращивать круглый год, нужно иметь хорошее инженерное оснащение. Не просто теплица, а теплица с искусственным освещением. Электроэнергия должна быть недорогой. Потянешь за одну проблему, у тебя сразу появляется вторая, третья. Это некий комплекс, где нет простых решений. И мы этому предпринимателю такую поддержку можем оказать. Что ж, сельскохозяйственное предприятие Агроудара специализируется на рыболовстве. Для дальнейшего развития необходима субсидия на вылов рыбы. Раньше такая была, но лет 7 назад эту меру поддержки убрали. В республике Коми всего 2-3 кооператива, которые работают с серой рыбой. Себестоимость высока. Если вернуть субсидии, то будет и развитие, пишет Алина Робертовна, член кооператива Агроудра. Вопрос очень актуален. И он касается не только кооперативов, которые занимаются выловом рыбы. Он касается индивидуальных предпринимателей, крестьянских фермерских хозяйств, которые занимаются промышленным рыболовством. Их сегодня большое число около 38 предприятий. И этот вопрос, наверное, их тоже будет интересовать. Да, действительно, когда-то такая поддержка на вылов рыбы существовала. Она была признана неэффективной. Эта поддержка была отменена. Сейчас мы рассматриваем вопрос, эффективно ли ее снова ввести. Вопрос находится в стадии обсуждения. Результат этой работы будет понятен и известен к началу бюджетного периода 2023 года. и мы заявительницей обязательно эту информацию доведем. Есть у нас еще один вопрос в видеоформате. Он поступил из Инты. Давайте смотреть. Добрый день. Будет ли оказываться финансовая поддержка в части содержания крупного рогатого скота нашему агрокомплексу Инта Приполярная? По Инте тема многогранная. Вот читатель или телезритель правильно задает вопрос только по государственной поддержке Инта Приполярной. Конечно, Инта Приполярная предприятие, которое работает в тяжелых условиях недалеко от Полярного круга и государственная поддержка этому предприятию как оказывалась, так и будет оказываться. За 2021 год объем государственной поддержки по нему составил 21 миллион. В 2022 году уже 29 мы видим прирост государственной поддержки. Основные направления, по которым она оказывается, это товарное молоко, комбикорм и закуп мяса оленей. Эти направления все сохраняются. По ним в последний раз были увеличены ставки в июне месяце. Эти ставки коснулись Инты, поэтому поддержка и увеличилась и будет увеличиваться. то, что касается закупа мяса оленина, то эта поддержка была введена впервые, она позволяет увеличить закупочную цену на 140 рублей, которая будет финансироваться из бюджета. И на мой взгляд, Инта приполярная, в первую очередь, это оленеводческое хозяйство, и у них на своих площадях есть переработка мяса оленины, поэтому закуп мяса участников и других хозяйств для него это очень хорошее подспорье, тем более, что кроме дохода она принесет возможность привлечь дополнительные деньги из бюджета. Поэтому телезритель пусть не волнуется, хозяйство не останется без бюджетной поддержки, она будет еще увеличиваться. Специалисты Центра управления регионом с начала года зафиксировали более 600 сигналов и сообщений по проблеме безнадзорных собак. Эта тема остается одной из самых актуальных для жителей республики. Антилидеры это Ухта, Сосногорск и Печора. Как сегодня решается эта проблема в республике и где, на ваш взгляд, самая сложная ситуация? Если говорить по количеству безнадзорных животных, то мониторинг, статистика показывает, что самые населенные безнадзорными животными города это Сосногорск и Ухта. Ну вот, я понимаю, что обращение граждан подтверждает этот факт. Именно из этих городов мы видим вопросы. Среди районов это районы Усть-Куломский и Уссилимский. У них тоже количество безнадзорных животных там велико. Несмотря на то, что количество безнадзорных животных падает незначительно, мы имеем статистику за последние три года, которую дают нам медицинские учреждения, которые фиксируют укусы от безнадзорных животных. Эта статистика говорит о том, что количество таких укусов везде снижается. В городах, в районах. Это означает, что улицы становятся здоровее. Да, они не полностью избавлены безнадзорных собак. Но ситуация, которая была в 2018-2019 году, улучшилась. Что делает республика в этом направлении? Самое главное решение, которое сейчас принято и финансируется, это создание на территории муниципальных образований городов приютов. Приютов, куда животное будет помещаться после отлова. В этом приюте будут оказаны такие услуги ветеринарные, как осмотр животного, его стерилизация, вакцинация. И если оно не будет признано агрессивным, его обратно выпустят в эту же среду. Вот этот метод, он, конечно, вызывает массу вопросов, насколько этот метод позволяет избавить наши улицы от безнадзорных собак. Он сегодня принят на федеральном уровне. И все наши муниципалитеты и министерства сельского хозяйства и другие хозяйствующие субъекты живут по этому закону. Поэтому здоровая собака будет выпущена в привычную среду. Собака, которая по каким-то причинам нездорова или агрессивна, не будет выпущена. И вот появление таких приютов и их содержание приютов, это сегодня финансируется у нас из бюджета республики Коми на эти цели в 2022 году выделено 41 миллион рублей. И к четырем приютам, которые ранее существовали, в этом году добавится еще шесть. Некоторые приюты станут муниципальными, некоторые межмуниципальными. Будут обслуживать у нас несколько районов, но фактически все 20 районов и городов республики смогут теперь осуществлять отлов безнадзорных животных и помещать их в приюты. Это позволит оздоровить улицу. Мы полагаем, что это оздоровление уже началось, но основные его итоги мы увидим в следующем 2023 году. Еще одна давняя проблема это борщевик. По данным Центра управления регионом, с начала лета зафиксировано более 300 сигналов на эту тему. Администрации совместно с подрядчиками и активистами реагировали оперативно, опасный сорняк удаляли. Но это лишь временное решение. Нужен системный подход, изменение законодательства и финансирование. Какая проводится работа ведомством и есть ли подвижки на федеральном уровне? Ну, на федеральном уровне подвижки есть. Наконец-то борщевик признан сорняком. Это мы знаем, но это позволило ввести какие-то механизмы борьбы с сорняком. К сожалению, что бы можно было ожидать от федерации финансирования этой борьбы мы не видим. Все финансирование сегодня легло на влечьем муниципальных образований финансируется из местного бюджета в каждом районе по-своему, в городах по-своему. Хорошо, что нащупан наконец-то самый эффективный способ борьбы с борщевиком. Понемногу все признали, что это способ химических обработок. Лидер у нас в этом направлении город Цыктывкар, который занимается такими обработками уже несколько лет и эффект от этих обработок уже люди видят. Они значит, видят своими глазами, что есть целые территории в городе Цыктывкаре, на которых борщевик исчез полностью. Сложность в том, что муниципалитет эту борьбу ведет, но на территории городов и района очень много частной или бесхозной земли, где борщевик произрастает, очень хорошо произрастает. И задача, я думаю, муниципальных образований активизировать борьбу с борщевиком именно на этих землях. Активизировать ее надо, начав с поиска собственника этой земли и предъявления ему каких-то претензий, чтобы он проводил эту борьбу. А ведь, что касается сельско-ставропроизводителей, там, где ведется активное производство сельскохозяйственное, там нет борщевиков. Борщевика там нет. А вот, где это производство не ведется, где земли заброшенные, там этот борщевик и произрастает. На самом деле, это сегодня сорняк. Бороться нужно всем миром. Я полагаю, что 2700 гектаров, которые наши муниципалитеты заявили на 2022 год, это, значит, нужно или выкосить, или там методом укрывного темного материала использовать, или же химической обработки, они будут выполнены, итоги мы подведем. Ну, правильно сказать, этот период борьба уже завершен, итоги просто мы не подвели. Я полагаю, что количество гектаров, где применен способ химической обработки, будут увеличиваться во всех районах. Это самый большой эффект. А муниципалитетам выделяются средства на борьбу с борщевиком? Муниципалитеты ведут это за счет собственных средств из местного бюджета. Сегодня размеры этих средств по районам варьируются, ну, например, город Сыктывкар несколько миллионов расходует на эти цели. районы там сотни тысяч рублей, но тенденция увеличения средств, выделяемых на эти цели, она есть. Алексей Васильевич, спасибо вам за участие в программе и интересные ответы на волнующие жители вопросы. Спасибо. 26 сентября прямая линия с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Эдуардом Слабиковым смотрите в 20.00. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова